Пятый юбилейный для Владивостока ежегодный отборочный этап традиционных хоккейных команд Red Bull принимал стадион Авангард. На двух площадках за возможность защищать честь Приморья и Дальневосточного федерального округа в столице Республики Татарстан сражались 16 команд из краевого центра Уссурийская и Хабаровска. Триумфаторы дальневосточного отбора позапрошлого года уссурийская команда «Портер» вернула себе место среди претендентов на победу во всероссийском финале Red Bull «Шлемы Краги», который 23 февраля пройдет в Казани. Путевку на события федерального масштаба опытные приморцы заполучили, обыграв в финале со счетом 10-8 старейшую любительскую команду по хоккею Хабаровска «Оулс». В этом году ледовое противостояние длилось чуть больше пяти часов. Сюрпризов в результатах не было. Удача в день соревнований была благосклонней к опытным и тактически подкованным игрокам, а не к скоростной и импульсивной молодежи. Несмотря на большое число новичков в рядах участников в сравнении с прошлыми годами, конкуренция между командами сохранилась на высоком уровне. Традиционно команды проходили отбор по стандартной схеме плей-офф при соблюдении простых правил. Игра по схеме 4 на 4 с полным отсутствием вратарей. Каждая встреч на льду состояла из двух 15-минутных периодов с возможностью добавления дополнительного времени до первого забитого гола. К финальному матчу отбора действительно было приковано максимум внимания. Опытные соперники Портер и Совы уже встречались на Рэдбул шлемы Краги два года назад, и тогда их ледовый поединок также завершился в пользу усурийцев. Однако в этом году Уоллс подняли планку и уступили приморцам не в полуфинале, а в финале, проиграв сопернику со счетом 8-10 и оставшись лишь в одном шаге от победы. В этом сезоне соперниками сильнейших дальневосточников на пути к наградам национального тура станут хоккеисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Воронежа, Новосибирска, Перми, Ярославля и Магнитогорска. Олег Завьялов, Новости спорта на Восьмом. В российских больницах выявлены нарушения при сборе анамнеза, в том числе и на коронавирус. Обнаружены они Роспотребнадзором. Среди восьми регионов, которые допустили данную ситуацию, также и Приморский край. В нашем регионе степень нарушений составляет почти 32,5%, сообщает ведомство. Так инспекторы проверили более 6 тысяч медицинских организаций, в которых медицинские работники собирали анамнез у граждан, обратившихся с симптомами ОРВИ, не исключающими коронавирусную инфекцию. Выявлено, что в восьми субъектах процедура проведения опроса людей была нарушена. Среди отличившихся регионов отмечены Иркутская, Ленинградская, Свердловская, Курская область, а также Республики Дагестан, Адыгея, Еврейская автономная область и Приморский край. Приморский край будет для пациента бесплатной, расходы возьмет на себя территориальный фонд ОМС, но за проезд к месту проведения и обратно пациенту придется заплатить самостоятельно. Как отмечают специалисты, очереди на ЭКО в Приморье нет. Напомним, в 2019 году в Крае было выполнено 880 процедур экстракорпорального оплодотворения. 20 тысяч первоклассников ждут в школах Приморья в 2020 году. Приемная кампания в первый класс уже стартовала. Школы принимают заявления от родителей через региональный портал государственных услуг и лично в приемные часы. Прием заявлений продлится до 5 сентября 2020 года. С 1 февраля до 1 июля школы принимают заявления от родителей детей, проживающих на закрепленной территории. С 1 июля ведется запись на свободные места для тех, кто живет за пределами такой территории, но хочет учиться именно в этом общеобразовательном учреждении. Те дети, у кого братья или сестры уже учатся в общеобразовательном учреждении, имеют право на приоритетное поступление в первый класс в выбранную школу. Подать заявление по интернету можно в любое время и в любом месте, где есть компьютер, подключенный к сети. Для подачи заявления лично родителям нужно прийти в школу, расписание приемных часов должно быть опубликовано на сайте каждого общеобразовательного учреждения и предъявить все необходимые документы. Приморские школьники начали осваивать лесное дело. Для них запланированы экологические уроки, викторины и увлекательные экскурсии по краю. Так, первое лесничество открылось во Владивостоке в школе номер 12. На уроках дети знакомятся с природой края, жизнью животных и растений, учатся правилам поведения в лесу и приемам борьбы с лесными пожарами. Также в течение года для детей запланированы биологические путешествия и экскурсии в музее и сафари-парке на предприятия края. По словам специалистов, школьники могут продолжить осваивать лесное дело в сельхозакадемии на бюджетных местах с последующим трудоустройством. Подобные лесничества планируют создать в школах и интернатах по всему краю. Во Владивостоке благоустроят Матросский сквер. Прежде чем приступить к работам, в администрации города соберут пожелания горожан. С их учетом и будет создан проект возрождения территории, который затем притворят в жизнь. Матросский сквер расположен на улице Светландская, 68, в районе остановки ДВГТУ. Многие годы территория сквера принадлежала Министерству обороны, но в 2016 году была передана в муниципальную собственность. Сквер является одним из первых мест отдыха в городе. Еще в конце 19 века здесь на месте бывшего оврага был разбит сад. Сегодня это зеленая зона, которая требует комплексного благоустройства. Концепция предполагает максимальное сохранение зеленых насаждений и высадку новых, ремонт пешеходных дорожек, установку лавочек, демонтаж забора для раскрытия панорамного вида на акваторию бухты Золотой Рог, а также размещение лестницы для пешеходной связи с набережной Цесаревича. Дополнить концепцию своими идеями смогут жители Владивостока. Наиболее удачные предложения войдут в техническое задание на разработку проектно-смертной документации. Реализация проекта будет проходить поэтапно. В этом году во Владивостоке будет проведен масштабный ремонт фасадов исторических зданий. В список попадут объекты культурного наследия на улицах Алиутской, Адмирала Фокина, Пасьетской, Светланской, Семеновской, Арсеньево, Океанском проспекте. Финансирование на ремонт выделено из федерального бюджета. Работы начнутся, как только будет проведена вся необходимая подготовка. Напомним, в прошлом году во Владивостоке отремонтировали фасады 86 жилых многоэтажек. Фасады очищали от пыли, утепляли, красили, а по некоторым адресам были установлены вентилируемые фасады. В этом году количество домов значительно меньше, но, как отмечают специалисты, гораздо масштабнее будет фронт работ. Предварительно должны быть проведены соответствующие экспертизы, а заниматься таким ремонтом может ограниченное число компаний, имеющих лицензию на реставрацию исторических зданий. Реконструкцию грибной базы «Олимпийская» в Приморье начнут весной. По объекту уже завершены проектные работы, проводится аукцион по выбору подрядчика. База расположена в поселке Лазовы партизанского городского округа. Реконструкция предусматривает два этапа – ремонт зданий и установка дистанции на водной глади озера, которую оборудуют в соответствии с международными требованиями. Планируемая дата начала ремонта – первый квартал 2020 года. Здесь будет тренироваться сборная команда по гребле. Воспользоваться базой также смогут жители партизанска и соседних территорий. Состояние упавшей с высоты гимнастки в цирке Владивостока улучшилось. Девушка вышла из комы. Об этом написал руководитель клубного формирования в Дальневосточном федеральном университете Иван Сучков, сообщает Ревлад Ньюз. Он отметил, что девушка все еще находится в реанимации, но дышит уже сама. Напомним, артистка цирка Елена Приходская получила серьезные травмы, упав с пятиметровой высоты во время выступления 29 декабря. По данному факту, Следственный комитет Приморья начал проверку. В интернете развернулась кампания в поддержку девушки и сбор средств для нее. Отметим, в цирке сообщили, что гимнастка достаточно опытная. Причиной инцидента мог стать человеческий фактор. Она не зацепилась за страховочную петлю во время исполнения номера. Девушка не является сотрудницей Росгосцирка, она была привлечена на программу прокатчиком. Чемпионат Владивостока по мотогонкам на льду прошел в бухте Ахлестышева. Там собрались десятки участников, от самых юных представителей этого вида спорта до опытных гонщиков. Глава Владивостока Олег Гуменюк также защитил честь краевой столицы, завоевав второе место в любительском классе. Владивосток в этом сезоне впервые принял соревнования по мотогонкам на льду. Первые два этапа прошли в поселке Ярославский и селе Хароль. На соревнования заявились порядка 30 человек. Помимо Владивостока и Приморья приехали спортсмены из Хабаровска. Первыми на ледовом треке появились самые юные участники соревнований. Некоторым из них всего 4 года. Несмотря на возраст, ребята уверенно проходили трассу. Всего им предстояло преодолеть по 6 кругов. Следующими на старт вышли взрослые гонщики. Среди спортсменов есть уже и ветераны этого спорта, и новички. Заезды длились по 10-15 минут. Победителям вручили заслуженные награды. Партнер выпуска новостей – торговый дом Планета Безопасности. Хотите знать, когда приходят ваши сотрудники? Кто звонит вам в дверь? Где поставить машину? Планета Безопасности ответит на ваши вопросы. Никто не опаздывает. Только желанные гости. Нет проблем с парковкой. Редактор субтитров А.Семкин